Восемь студентов Омского музыкально-педагогического колледжа стали жертвами бродячек собак. Это случилось у третьего корпуса учебного заведения неподалеку от Дворца культуры Шинник. По словам педагогов, уже несколько лет там обитают стаи агрессивных дворняк. Светлана Яловнарова пообщалась с пострадавшими студентами и выяснила, почему в администрации города им предложили скидываться на отлов собак. Отправляясь утром на учебу, студентка музыкально-педагогического колледжа Дарья Ломаева даже не думала, что вместо пар окажется в больнице. Прямо у входа в учебное заведение на нее напала стая собак. Стояла уже у дверей, и меня окружила стая собак. Одна самая маленькая, но прыткая, начала подходить к моим ногам и кусать очень сильно. Оказалось, что у меня шесть ран на ноге, которые мне пришлось зашивать и ставить уколы от бешенства. Швы сняли, но уколы от бешенства девушки будут ставить еще три месяца. Только за прошлый месяц бродящие собаки покусали восемь студентов. Многие теперь боятся ходить на учебу. Дворняги прижились на теплотрассе по соседству. Их подкармливают работники столовой, которая находится рядом с колледжем. Преподаватели колледжа сейчас проводят дополнительные уроки по технике безопасности и обратились в мэрию. Мы звонили и в приемную Двораковского, и в приемную помощника Двораковского звонили. В автохозяйство на второй учебной, где сказали, что прием собак, вернее отлов собак 1451 собака, пишите заявку, мы приедем платно. Правда, по звонку мамы одной из потерпевших студенток все же выехала бригада спецавтохозяйства. Отловили семь бездомных собак. На большее у чиновников нет денег. Бюджет на отлов 4 миллиона рублей был исчерпан еще в октябре. Сейчас из областной казны выделили еще полтора миллиона. Мы еще ни финансирования ничего не видели, но уже под обещанные, скажем так, деньги поехали и работаем в долг. Ну а пока спецавтохозяйство ждет обещанных денег, спасаться от агрессивных собак студента придется самостоятельно. Поэтому стоит еще раз напомнить несколько правил поведения с бродячими животными. В первую очередь стоит обходить стороной свору собак. Если же по-другому пройти не получится, нужно не сбавлять шаг и не смотреть на животных. Но бежать ни в коем случае нельзя. Собака автоматически примет вас за жертву. Люди пытаются отогнать собаку тем, что на нее швыряют что-то или что-то еще. К сожалению, это наоборот провоцирует собаку. Нужно поступить как-нибудь так, чтобы собака не ожидала, что вы так поступите. Можно попробовать подавать какие-нибудь, вернее, произносить такие слова. Допустим, типа «нельзя», «отойди». И главное не паниковать. Ведь, как известно, собаки чувствуют психологический настрой противника. Светлана Елонарова, Александр Лысак и Александр Рябуха. Новости здесь, Омск.